Так, ну что, поехали дальше, да? Значит, после второго отделения я сажусь в Панчсторис, и всем все подписываю, и всякое такое, да? Хорошо. Пойдем дальше, да? Тут есть один фильм, очень грустный, сделанный в завтраке, касающийся значительной части моей жизни. Дело в том, что я сам родился в Ленинграде, пережил там блокады, но родители мои родились в белорусском городе Могилёре, и приехали в Ленинград учиться, и многие поколения моих еврейских предков жили в этом городе и в других городах Белоруссии, где третья ленточка в советские времена на гербе Белоруссии была изишская ленточка, после белорусской русской. Их родным языком был язык «изиш», я не знал этого языка, потому что когда родители хотели, чтобы я их перестал понимать, что они приходили на их, что год до войны, я не был в Могилёре после войны, и только на одном из семей есть пятилетие, я поехал туда, чтобы меня замечали, когда он задний циклён, чтобы знать, что-то особенное в семье, а с тебя было трагическое, потому что каждый год до войны мы ездили к бабушкам и дедушкам, в Могилёре, 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 в 1941 году отец не получил зарплату, жили очень бедно, не обладали денег на берёт, и не поехали, это нас спасло. Всех моих бабушек, дедушек, братьев, двоюродных сестёр, огромная семья была, тётя, дядя. Немцы уложили в 3-4 острённых ямы, там в селе Пашково, под Могилёром, они просто пробовали душегубку, там был научно-иссионский полигон. И вот фильм «Патронсайдов поиска финишет», который здесь есть, кстати сказать, полуторачасовой, посвящён вот этой истории, про путешествия в Белоруссию с поисками языка, его носителей, которых в количестве шести миллионов человек уничтожил Гитлер, а потом чуть Гитлер не доделал, но кое-что доделал Георгий Семенович. И там вот есть такая песня «Новесткое стихотворение». Фильм этот переведён на английский, вот тут есть субтитры на английском, он на русском вообще. Двадцать два года назад в Нью-Йорке на Бажарном фестивале документального фильма, этот фильм занял первое место в мире. И у него огромная литература, огромный рейтинг, у нас он шёл по новым каналам телевидения федерального и прочее, прочее, прочее. Я пришёл стишок из этого фильма, тут просили спеть песню, и песню спать. «Жизнь, как я, ты коротка, видишь, я не знаю языка, видишь, достояние моего предка, но я слышал я его редко, не учил его азы, грустно, мой единственный язык русский, но состарившийся, как скрою, расхождение языка скрою. Мой отец перед войной с мамой, говорю на нём порой мало, чтобы я их разговор не понял, это всё до сих пор помню. Я не знаю языка, значит, не на нём моя строка плачет, не на нём моя звенит песня, и какой же аид, если позабыл я своего деда, вот-то нет мне на него дела, Вдоль вносится река, жарко, я не знаю языка, жалко. Отпирая щеку рукой, на детейских устах невзгод, я на снимок смотрю с тоской, а на снимке два сады, под зелёным ковром травы, моя мама теперь лежит. Ей защиты не станут, ненадёжный для лидов щит, Николой из моих родных ненароком не надо зову, Кто скорее в края пьяных, кто убитых лежит, орует. Николой из моих родных ненароком не надо зову, Кто скорее в края пьяных, кто убитых лежит, орует. Завершая прочный век, Солнце плавится за горой. Двадцать первый тревожный век, Начинает с лыбок второй. Двигаясь сельдой ковы, Соликой от лампы уходят. Мою внучку зовут Рахим, Мою внучке двенадцать лет. Двигаясь сельдой ковы, Старый ковы в округ возят. Мою внучку зовут Рахим, Мою внучке двенадцать лет. Пусть поет ей весенний хор, Пусть винает ее слеза, И летет на меня рукой, Юный, папа, моих глазах. Отпусти на господь и рехи, И детей позиют. Мою внучку зовут Рахим, Мою внучке двенадцать лет. Пусть вина в господь и рехи, И детей позиют. Мою внучку зовут Рахим, Мою внучке двенадцать лет. Пусть вина в господь и рехи, И детей позиют. Наоборот, ну давайте скажем старую. Шестьдесят второй год, Борт парусного судня Крузонштерна. Судно идет на запад, Ночная вахта. Справа Борт идет до рекватора. Видно это большие медведицы. Тулска, Тулска, мерцающая поляная звезда. Слева, Южный крест. Напоминай, как бы был своей. Такая грустная песня. Прости, что бегу от насиженных мест, Что писет ешли, гребляная. Слева, Борт, Южный крест. Справа, звезда поляная. Слева, Борт, Южный крест. Справа, звезда поляная. Зеленые волны пушуют отрест. Их рыба гуляет шикарная. Резыно пылает Южный крест. Мерцает звезда поляная. Резыно пылает Южный крест. Мерцает звезда поляная. Земную любовь вспоминают с трудом. Не вытемнят землей один столб. Четыре ветра качают мой дом И гонят в любую сторону. Четыре ветра качают мой дом И гонят в любую сторону. Уходим по курсам на солнечный вес И светит нам солнце загаданное. Но светит мне душа Южный крест не греет звезда поляная. Но стоит мне душа Южный крест не греет звезда поляная. Южный крест не греет звезда поляная. Это совсем сладкая песня. Спасибо. 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 Одна из первых песен. Мы вообще самая первая. Стопы не живут. 62-й год. Или 60... Как, что я говорю? 53-й. 53-й. Страшный... Да. Второй или третий курс Горного института Ленинградского. Когда меня перевели на дико закрыто с последующей стипендии отделения поисков Урана. О котором-то ни хрена не знали. Совершенно интересное геологическое законодательство. Уран залегает там, где его находят. Вот. И... Да. И... Ну, она была по 18 лет. Она была одни парни. Молодые. И когда мы узнали, как Уран плохо действует на мужчин, было что-то очень смешно. Почему смеялись, я не знаю. Но было все. Все было. Польшей было. Как писал Гумерман, в те уже забытые годы жили все бездумно. Моишало. С пылкости любили бы тогда все, что шевелилось, и дышалось. Вот. Но... Но потом, когда я уже узнал, как это все действует, я написал одну из первых песен. Гимн. То есть форпорт, это еще популярность студентов Ленинградского горного института, специалистов по поискам Урана. Гимн. 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 Но те, кто и тогда стрелись, и думал, Все препятствия теперь не ордена. В небе отблески последние заката И прожекторы скрещатые ручьи. Провокаторы танцуют под катор, Бил за старином в эфире плачей. Посидевшие и грустные папаши, Верно поданы в падающий раш. Будто их победа нынче мы не нашим, Будто их силы не праздниками нашим. Будто их победа нынче мы не нашим, Будто их силы не праздниками нашим. Посадинские сотрудники охраны, Что поставлены советом учебы, Все они сегодня тоже ветераны, И мы слава всем сегодня и почет. И на падуле прогулочных богатых, Заменяя тех, кто их погребет. Провокаторы танцуют под катор, Старый танец позабывшихся времен. Провокаторы танцуют под катор, Старый танец позабывшихся времен. АПЛОДИСМЕНТЫ И я даду ее причитаю, Немножко позднее, КОЛЫБЕЛЬНЫЙ НАТРЕДАКТОР, ПАМЯТИ И на этой песне громко нянько Над тобою ночью поет. И на этой песне громко нянько Над тобою ночью поет. Военные бодрые Маши, Молодая жених мисква, Солнце красный косым примашет, Уплывая за острова. Нам костюмы иной эпохи, Там газеты стоят в виду, И оркестры глухие вздохи В соловьевском душном саду. И оркестры глухие вздохи В соловьевском душном саду. Колыбельный матритактор Возвращает меня назад, На родную мою Итаку Вольт покинутый Ленинград, Там поюгать спящих вьюга, Там морозных березов. Там ближе меня, подруга, И в мои земли глаза. Там ближе меня, подруга, И в мои земли глаза. Ты видишь, в лесе залива До военных золотых лет, И зеленое пламя взрыва, И прожектора дымный свет. И когда на ночном утро Я отправлюсь к себе на море, Колыбельный матритактор Да давно не громко спорит. Колыбельный матритактор Мне вновь не громко спорит. Колыбельный матритактор Перелет мне ангелем. Памяти тысяч людей, погибших в сталинских берегах на окраинном севере. Есть замечательный клип в этом фильме. Идет эта песня, она помнит сначала жуткой хроники Сталинских лагерей Орликарной, а потом летят журавли. Журавли тет над гирями, над тундрой, Малинитет на медведи Питером, и потом наплывы. Крухтым планом Печальницей из черепа Кресты На Камьянской стороне. И память их принадлежа Мякина, В памяти погибших этот сфинс, Но с таким черепом звериного скалом. Здесь очень активно сделано. Но ночами июнь июнь, июнь, Не спать на земле, Не окрути нам по комнатам, Сладкий дым, папирос, Пеленые ангелы Летят на север, Их нежные крылья Обжигают мороз Искаются ангелы Их нежные крылья Их нежные крылья Обжигают мороз Их нежные крылья Их нежные тень, Их нег민, Их нежные крылья Их нежные цвета Одно ручно сниматься В полет с митами, Потому что короткий и сенький. Никакой натеплый лесок подует, Я, ты мне не последний, Ты свой вырнешь лоб, Это значит на вет твою Башку седую, Осенит избавление Лебединым крылом. Это значит на вет твою Башку седую, Осенит избавление Лебединым крылом. Вы не плачьте, братишечки, И вода в них семья, Вы не врите, братишечки, Про утраченные перелетные ангелы. Летят на север, И тяжелые крылья над тудрой Поют перелетные ангелы. Летят на север, И тяжелые крылья над тудрой. Летят на север, И тяжелые крылья над тудрой. Летят на север, И тяжелые крылья над тудрой. Выселив джачи и Сан-Франциско. Ну это как Бог положит. В принципе у меня там, как запланировать Дядь колдюрок туда, на что получится в результате, Я пока не знаю. Вот. Пошли вопросы. Хорошо. И что ж такое? Жена Франциско послава, да? Так. Песня о Севастополе. Серьезные песни пошли. И теперь не буду рассказывать. Она, так сказать, вообще известна. Я был 9 мая в День Победы в Севастополе на 35-й батареях. И у нас страшная история, когда я сказал раньше, остатки байварской армии, 15-15 тысяч человек, были вынесены туда фашистами. В Севастополе официально летали 3-го июля. Фактически они вот определяют вот 11-го июля. Был секретный приказ ставки, запретивший поставку армии продовольствия боеприпасов в пополнение. Был секретный приказ ставки, разрешивший вывоз командующих армией и плотом и 60 наиболее ценных партийных сотрудников. Генерал Петров с двумя этими офицерами ночью тайно бежал на подводной лодке, чтобы свои офицеры-солдаты этого не видели. Амир Октябрьский летел на самолете. 19-15 тысяч человек были брошены без командования, без боеприпасов на втязание немцев. Потому что от них погибло, а те, кто не погиб, попали в плен, потом погибло в наших лагерях. У меня есть стихи о ректах брошенной армии, только что написано. Я их не помню. Они печатаны сейчас в «Севастопольской газете». Имели там большую реакцию. Да. Я была потрясена эта история. Вот. И да. Ну а песня немножко другая. Это печально судьба русского населения в Крыму сейчас. С надеждой. Песня имеет большой резонанс И очень неоднозначную реакцию нальет со всех сторон. Интересно вашу историю не слышал. Пахнет дымом отпавших знамён, Малопрок от битвы жестокой. Знам поздней и вчера бы всё. И вступают в родим Севастополь И изранный молвит солдат, Спотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернётся назад, Севастополь останется русским. Этот город вернётся назад, Севастополь останется русским. Над кормой приспущенный флаг, В небе лезь ракичные стали. Вдаль уходит последний порядок, Гор на берегу бог кто оставит И твёртину смотря на загад И на берег покинуты русские, Этот город вернётся назад, Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Что целит наступающий гроб Снова рема, туманная блиста Я ступаю в последний переход Выкидающий красный лист И шепчу, прищурив глаза Я скрываю непрошенной грусти Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Да Старая песня, давшая название второму тому Севастополь, в 63-й год Гибралтовский пролив Борт русского военного парусника Возненштейн называется она Так, как назывался Гибралтовский пролив У древних греков Геркулесовый столбом Геркулесовый столбом Севастополь, севастополь, севастополь Чужих поля не спим мы, Ещё к тебе я доберусь. Не знаю, с вам когда, Но геркулецовых столбов Дельфины греют спиной, И между двух материков Огни весут туда. Еще над чёрной глубиной Норочит нас тревожным, Не знаю, с вам когда, Но геркулецовых столбов Дельфины греют спиной, И между двух материков Огни весут туда. Ещё над чёрной глубиной Норочит нас тревожным, Дали от царства твоего, От царства кукли рук. Пускай, пока моя ладья Тебя не судит с троном, Пускай, на стенке повисит Мой запыленный лук. Пускай, пока моя ладья Тебя не судит с троном, Пускай, на стенке повисит Мой запыленный лук. Пускай, на стенке повисит Мой запыленный лук. Пускай, на стенке повисит Мой запыленный лук. Пускай, не спеши меня забыть, И подожди немного, И на сладкие pääли, И бариха не верит И бариха не верит Ах, не ревнуй меня к девке зеленой Ревнуй меня к воде соленой Ах, не ревнуй меня к говиде белой Ревнуй меня к пене белой Закачает вода, завертит Все изменит в моей судьбе Ах, не ревнуй меня к пене Ах, не ревнуй меня, классный ночейный, Не ревнуй меня, веселечерний, Ах, не ревнуй меня, соседка Райкина, Не ревнуй меня, белый чайка, Только чайка крыло поганит, И уйду от любви твоей, Но сегодня она обманет, Завтра снова поверь мне. Ах, не ревнуй меня, глазом лукавым, Не ревнуй меня, стрелок травом, Ах, не ревнуй меня, груди навитой, Ах, не ревнуй меня, песня забытой, Но я бы мог все ее не слушать, Надо услышал дышать и в ночь, Снова песни источить душу Из зонок подолгих кровь. Не ревнуй меня, девки зеленой, Не ревнуй меня, водя соленой, Не ревнуй меня, дави зеленый, Не ревнуй меня, крея белый, Закачает вода, завертит, все изменит мою судьбу, А все целует вода до смерти и отпустит меня в тебя. Беженцы листья, гонимые ветром, в синем огне наградает звезда, Киевская линия, звонкая ветка, гонит дождливую ночь в поезда, Снова торопит кого-то дорога, галеры светив желтистную монет, В поисках Родины, в поисках Бога, в поисках счастья, которого нет. В югу летят перебетные птицы, тянутся листья за ними во свет, Дальний крой им не легко им летится, мне только ветра попутно ларит. Сколько бы ни убежал все растерян, время не то, я честно не та, Я не из листьев, я не из птиц, а скорее из растений, Недолго вечер порет в леса. Ползай бежать уже или охота, листья, как вверх, Служат на стекле, словно подруга печального лота, Кому-нибудь осталось на этой земле, тем это. Теплится утро за темной шторой, И наступает пора холодов, Слышу, как сердце тревожно вторит Дальнему стуку ночных поездов. Теплится утро за темной шторой, И наступает пора холодов, Слышу, как сердце тревожно вторит Дальнему стуку ночных поездов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда метель за окнами шальная сверевская, Порой, иногда, в учительнице наше, Вспоминаю войну Аполлённых, Года, Она твердила пост-то раз когда-то Голодным ленинградским пацанам Всегда любите Родину. Ребята, за что любите? Не объясняю нам. Был муж в 37-м расстреле, А мать его блокаду умерла. Любите Родину, ведущую нас в цели, Любите Родину и все ее дела. Она болела тяжело, Под старость ушла ее седая голова, И все, что от нее теперь осталось, Вот эти лишь наивные слова. Я принесу цветочки на могилу, И повторю ее по сто раз на дню. Любите Родину, Покуда будут силы. За что любите вы? Не объясняю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хоть похожа на Россию, Только всё же не Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Забываю вещь, забываю, когда ты Вспоминаю женщин, что любим когда-то Забываю вещь, забываю, когда ты Вспоминаю женщин, что любим когда-то Вспоминаю нежность их объятий сонных В городах заснеженных, в морницах тесовых В теплую японию улетали стаи Мы все не помним, почему расстались В теплую японию улетали стаи Мы все не помним, почему расстались В спинах зрима, декорации тени Бредные от грима, девочку на сцене Балаган заповедный, песенных листалищ Мы все не помним, почему расстались Балаган заповедный, песенных листалищ Мы все не помним, почему расстались Странно, очень странно мы с подругой жили Мы все не помним, почему расстались Учаясь страны, комнаты чужие Обстановку комнат Помню, до детали Помню все не помним, почему расстались Обстановку комнат Помню, до детали Помню все не помню, почему расстались ПЕСНЯ Так, заказанное дважды стихотворение, которое дало название книжке моих стихов «Легенда о доме» и от вам было заключение. Значит, сиди такие. Жил я достаточно долго, где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все опознать его сирисе, запечатлеть условия, я родился на Васильевском. Мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Садомом. Кто расстолкует меня правильно? Что мне считает сын дом? На ураган меня галцами с яростью невыносимой. В свальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Северпургой меня подчевал над океаном бездонным. Кто? Объясни мне доходчиво. Что мне считает сын? Дома. Долго не верил я падаю нистины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках, там, где для мыслей подобных попросты не было времени. Определение дома. Определение племени. Жившись и камни песни бы, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета. Блин, что останется комом. Кто? Объясни мне бестрепетно. Что мне считает свой дом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мы в блокаду разрушены, люди обжили другие. Неопротиво потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит неуверенно, что мне считает своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснежены мысли. Определение дома. Определение смысла жизни, что теплится вроде бы. Значит, не кончился порох. Определение родины. Призрачной. Точки. Опоры. Спасибо. Когда на сердце чашисть и холодно в груди, К ступеням гармитажа, В лесу ноги плети, Где без сетей хэма, В забытые в веках, А плампы держат небо Ногами мы в руках. А плампы держат небо На каменных руках. Держат его в махиву, И мед состарит. На бреженые стены Калинец и львы. Их тяжкая работа Важней иных работ. Из-за них ослабник кто-то, И небо упадет. Из-за них ослабник кто-то, И небо упадет. В отеле заплачут волны, А выберет поля, И встанет гриб львовый. И ночи за земля, А небо год от года Сказать тяжелей, Дрожит оно от угла Рагетных воровей. Дрожит оно от угла Рагетных воровей. Стоят они, ребята, Так что ветеран Поставлены когда-то, А снега не пришла, Их все дневной нервы, И ночью не на сна. Их кровь забудет, Стоятами уроды и война. Их кровь забудет, Стоятами уроды и война. Стоят они навеки, Ударшу бы в беду, Не море человеки, Привыкшие к труду, Держит еще надежды До той пары вода. Атланды не водятся На каменных руках. Атланды не водятся На каменных руках. Спасибо. Спасибо. Так, дорогие друзья, Сейчас я сяду, Всем сегодня подписываю. Ну, давайте сейчас Споем, значит, С вашим участием. Перекаты. Ну, конечно, Перекаты. Все перекаты, Как перекаты, Позвать мы их По адресу. На это место Может, нету карты, Плывут вперед, По адресу. На это место Может, нету карты, Плывут вперед, По адресу. А где-то бабы Живут по свете, Друзья себя Завод горел. Владеет камни, Владеет ветер, Мои дырявой лодкою. Хватит камни, Хватит ветер, Мои дырявой лодкою. Большое время Наутро вилу, Наутро вето Кончится, И подавать я Не должен вилу, Что умирать не хочется. И подавать я Не должен вилу, Что умирать не хочется. И если если с тобой кто-то, Не стоит долго мучиться. Люблю тебя я До поворота, А дальше как получится. Люблю тебя я До поворота, А дальше как получится. Все перикады, Капикады, Позвольных по адресу, На это место Ушли тукарты, Плыв вперед по адресу. На это место Ушли тукарты, Плыв вперед по адресу. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо!